Скажите, пожалуйста, вот ваш приезд и общение с детьми в зоне АТО, какое впечатление вынесли, какие бы пожелания жителям города и окрестностей могли бы пожелать? Пожелать, ну, сперва хотелось бы пожелать, это, конечно, чтобы закончилась война. И, несмотря ни на что, я приехала работать с детьми, мне не важно, в какой линии фронта и их родители. Я работаю с детьми, и мне без разницы, они с этой стороны и с другой, это дети. Впечатления, много впечатлений. Солнца много, море теплое, очень-очень понравилось. Ну, отличаются, конечно, дети и взрослые, особенно на детях видно, то, что мы не видим, наверное, вы уже не видите, а мы со стороны видим, так как вы у нас видите то, что мы уже не видим. А чтобы вы подчеркнули, вот какие интересные аспекты? Ну, вот скованность такая немножко есть, как бы свободы нету, в смысле свободы, но ее нету тоже. Но свободу той, европической, такой скажем. Раскрепощенность. Работать не, как рисовать, это куда-то смотреть в рамки какие-то. Это надо очень широко смотреть. Нет свободы полета, фантазии имеете в виду? Ну, фантазии есть все, но вы все в рамке как-то еще держите, много чего. Даже конкурсы, которые мы тоже участвуем, и вы, дети, участвуют, но мы уже не смотрим так. Все-все-все по своим местам, как раньше было. Это надо свободно смотреть на рисунки. А вот рисунки, которые вы получили в результате своих мастер-классов, есть информация, что будет выставка некая. Расскажите об этом немножко подробнее. Будет выставка детей, это из Малыша и художественная школа, я сейчас точно не скажу. Это выставка детей, рисунки детей Украины пойдет как можно пошире. Берите, это точно будет в Акмяне, в Акмяне, в Йоничкис тоже. А потом будем делать все, чтобы она еще пошла дальше. Потом приезжают картины художников ваших, которые быстро тоже в Акмяне обещают сделать. А там посмотрим дальше еще. Продолжение следует...